Итак, первое место, куда мы приехали в гости, это Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет, кафедра японоведения. Наши собеседники — это преподаватели и студенты этой кафедры. Есть люди, которым дается легко, есть люди, которым дается сложно, но вообще студенты жалуются, что да, ни на что остальное. На первых курсах у них времени уже не остается. А вы пишете шпаргалки? Конечно. Отвороты одежды, ботинки. На руках, прикрепляют под рукав, на коленках иногда пишут, спрашивают, что у тебя на коленках. Говорят, штаны, на самом деле шпаргалки. Ну, наверное, придумали какие-то способы, чтобы легче запоминать слова японские? Ты придумывала? Не знаю, у меня как-то все само собой получилось, то есть как-то постепенно так. На самом деле, наверное, если любишь страну, стараться особо не надо. Ну, легко все откладывается в голове. Ну, конечно, у каждого преподавателя есть своя такая фишка, которую он пользуется, чтобы студентам было интересно. Вот наш зав. кафедры, заведующий кафедрой поноведнина Виктор Викторович Рыбин, он уникальный специалист по японской поэзии. И он на своих уроках декламирует японские стихи очень напевные, которые хорошо очень вложатся на слух, на язык. И часто песни поет в караоке. Это тоже, в общем-то, один из способов изучения и преподавания японского языка. Когда я училась в Японии, у меня были друзья из Владивостокского университета, и вот они меня научили, как запомнить иероглиф «Любовь». Дело в том, что в японском языке все элементы иероглифа, ну и в китайском языке, иероглифика пришла из Китая в Японию, имеют свое название. Когти, солнце, человек. Так вот иероглиф «Любовь» пишется следующим образом. Когти в сердце, так вцепились, то даже ножки подкосились. Любовь. А с японцем разговаривали? Конечно, разговариваем. Активно, регулярно. Если я скажу, что это неправильно, студент может не понять. Но японец поймет, потому что, ну, как-нибудь поймет. Ну, вот это вот сложный вопрос. Когда вы говорите на языке с носителем языка, с японцем, то вы говорите все время по-японски и, конечно, не перемешиваются. Вы же думаете по-японски. Когда вы переводите, это уже другая стадия. Не обязательно человек, который хорошо говорит на одном языке, может переводить на него хорошо. Это уже, скажем, такой профессиональный навык. Я могу переводить с родного языка на японский или на английский. Вот когда я перевожу с японского на английский, я перевожу гораздо хуже, потому что мне тяжелее. У меня нет вот этого родного, родной базы. Мне очень сложно в-б-б отвечать. Р-л. Я никак до сих пор не могу правильно. Мне такое слово очень трудно. Параллельно, где р-л делаю. Свобода, где вы, где б. Свадьба, где вы, где б. Очень сложно. Я это запоминаю, где вы, где б. Хвостик, если вверх, то это б. И вот я в голове, как картинка. Свобода, свобода. Да, как иерогриф. У нас на восточном факультете, и в частности на нашей кафедре, обязательно работают носители языка. И дело в том, что иногда студенты просят японских преподавателей, японских сенсей, преподать им немножко уроки каллиграфии. Вот, например, вот это три одинаковых иероглифа, четыре, означают они светлый или свет. Ну, наиболее удачные здесь, наверное, этот и этот иероглифы. Эти два тоже, как вы видите, одинаковые иероглифы означают поле. Вот это сочетание иероглифов, то есть вот это один иероглиф, а это второй. И в сочетании это получается слово нихон, что, собственно, означает название страны Япония. Иероглиф – дорога, иероглиф – месяц или луна. И вот это все одинаковые иероглифы, по-разному получившиеся, означают звезда. Господа, с Новым годом! Я желаю всем, чтобы год прошел хорошо.